Привет, Костя, род знакомству. Меня зовут Сергей Калеев, я уже больше 10 лет живу в Польше. Наверное, это как все люди, потому что хотят лучшей жизни. Ну, если коротко ответить. В более цивилизованную струну уехал, где более комфортно живется людям. Вот и все. Причина простая. Соседняя страна, близкая, культура близкий, язык близкий. То есть было почти сразу все понятно, когда я приехал на учебу, хотя польский язык не учил. В Беларуси не готовился к этому делу. Приехал сразу на занятия, перевелся. Я один семестр отучился в Минске, хотя сам из Гомеля. И мне не понравилась учеба в Беларуси. И когда приехал в Польшу, увидел много плюсов в образовательном процессе в университете Лазарского. Это частный университет, в котором я учился. Вот. Ну, в принципе, почти сразу было многое понятно на польском языке. И далее, конечно, с практикой, со словарем постепенно человек втягивается. Поэтому язык, близкость и дистанционная, и культура, культурная, то, что относительно рядышком, можно домой выехать. И мне очень понравилось, как бы сразу, поэтому здесь и остался. Стоит недорого. Если это обучение на польском, то около 1000 евро за семестр за полгода. То есть, 4000 злотых, там, 2000 евро, грубо говоря. То есть, 2000 евро за год. Три года длится бакалавриат, обучение три года. И далее магистратура два года. В том университете, где я учился, в основном было направление экономика и права. Также можно было в нем, и по сей день можно обучаться на английском языке. И даже получать двойные дипломы. То есть, кроме польского, еще диплом британский, партнерского университета. И программы ангелозичные, как правило, стоят дороже, около 6 или 7 тысяч злотых. То есть, уже полтора тысячи евро за семестр за полгода стоило бы обучение на такой программе. Дипломы любые польские, неважно, какой это университет, престижный или менее престижный, дешевый или дорогой. Это диплом... Ну, Польша входит в Европейский Союз, это диплом европейский, поэтому он везде будет признаваться. Другое дело, если вы обучались, например, на английском, то вы за время обучения смогли бы подтянуть, улучшить свой английский язык. Ну, и получая, кроме польского диплома, например, диплом британский, вам было бы проще трудоустроиться где-то в Западной Европе. Я сам из города Гомеля. У нас, в моем детстве, когда я там жил, рос, я принадлежал к одной из двух тогда существовавших организаций, краеведческих, можно назвать тоскаутской организацией, название «Белорусские выведники». И сестра у меня филолог, то есть, ну, как бы белорусский язык я знал, белорусской культурой интересовался, тоже был активный, то есть даже еще после митингов 2006 года, 2010 были материалы, и я еще даже, учаясь в школе, раздавал людям диски, которые назывался «Диправда». Вот, с фильмами, с фотографиями после митингов, вот, доносил, как бы, до людей, старался делать, что мог. Но, как бы, поколение за поколением белорусы просто разочаровывались после 2006 года митингов, протестов, после 2010 года разгон митингов очередной. То есть я просто наблюдал, как это очередные пять лет повторяются сценарии, то же самое, поэтому я не видел надежды на светлое будущее в Беларуси, и по этой причине я переехал в Польшу. Слушай, Костя, я бы, наверное, не говорил о обычных вещах, которые очевидны, о которых многие люди говорят, поскольку сейчас, ну, миллионы русскоязычных приехали в Польшу. Начал бы с чего-то субтельного, так скажем, тонкого, то есть, например, с языка. Мне когда-то очень нравился белорусский язык, я им пользовался, затем, когда приехал в Польшу, мне... В общем, я просто люблю так вот анализировать, например, языки. Ну, польские конструкции, польские слова мне достаточно нравятся, удобны, мне нравится писать на польском, мысли выражать. И тогда, когда я там пишу e-mail, и многие люди восхищаются, потому что мне этот язык очень удобен в плане рациональности, в плане рационального изложения мыслей, конструкции, слов, лексики и так далее, и тому подобное. Но в плане милозвучности я хочу сказать, что польский язык мне не то чтобы не нравится. Ну, вот я, например, больше, более 10 лет нахожусь в Польше, и у меня нет ни одной любимой песни. То есть я считаю, что польский язык, например, не подходит для песен, для музыки. То же самое можно сказать, например, про другие западные языки, например, про немецкий, что он немножечко, такая постановка у него, построение, что он не совсем для милых там каких-то... Ну, как же, дольчин, солдаты. Ну, вот, вот, вот. Вот колыбельный захочешь петь на немецком, получится рамштайн, вот что-то в этом стиле. Ну, рамштайн. Поэтому, ты знаешь, в какой-то момент своей жизни я понял, что мне русский язык очень нравится, что я, в принципе, рад, что я владею русским языком. Вот, это что касается языковых каких-то аспектов, просто преференции языковых, на которые я обращаю внимание. Трудности определенно были языковые, потому что, как мы все, ну, многие из нас знают, белорусскоязычных, как мы славяне, вот приезжаем в другую страну, многое нам понятно. Ну, наверное, из-за этого сходство тоже немножко человек путается, не всегда может правильно изложить свои мысли. То есть, понимать гораздо проще, а вот говорение уже приходит с практикой. Поэтому, вот такая вот трудность, как у всех у меня, была языковая. Меня больше всего в жизни интересует окончание самсары, учение Будды. В принципе, сейчас восточная мудрость, она достаточно протекла, как тогда просачивается в наш западный мир. Сейчас многие люди йогой занимаются и интересуются учением Будды, и появились русские переводы. Поэтому я подумал, почему бы нет, может быть, немножко вкратце изложу то, что я познал. То есть, сам поделюсь, попробую поделиться с людьми самым ценным знанием, которое я узнал в этой жизни. Это четыре истины Будды. Я не люблю пересказывать слов Будды, потому что каждый человек лучше, чтобы сам с ними познакомился, почитал в оригинале. Я только лишь хотел вот так вот подбодрить, заохотить людей, не знаю, как правильно это сказать на русском, чтобы некоторые, многие сейчас вот верят в самсару, например, в перерождение. Вот как было в фильме «Матрица», например, Киану Ривз, он сам буддист, и он за одну минуту рассказал смысл фильма «Матрицы». То, что в самсаре очень сложно найти настоящее удовлетворение. Вот, и поэтому он принял прибежище в Будде, Дхаме и Санке. Вообще, мой сайт, который я веду, с адресом спокой.eu, это единственный русскоязычный сайт, на котором можно послушать оригинальные слова Будды на русском языке. И переводы, суд, палийского канона. Палийский канон — это самый старый сборник самых ранних текстов из речений Будды, которые сохранились до наших дней. То есть есть более поздние школы, махаяны, которые там представлены в Китае, в Японии и так далее, и тому подобное. Но есть вот такая вот старая традиция олдскулов, старые школы, которые соблюдают, которые чтут именно то, что сказал Будда. То есть все, что было позже, всякие там зен, современные, многие течения, направления, мы это не признаем, нам это просто неинтересно. То есть мы это воспринимаем, грубо говоря, как хлам. То есть то, что отделяем, да, чистое от нечистого. Вот. И в прошлом году, только лишь в прошлом году, появился первый научный перевод Российской Академии Наук, Института Востоковедения, перевод самых длинных изречений Дик Ханикай на русский язык. Его сделал Сыркин, академик. Вот. Поэтому я лишь хочу обратить внимание некоторых людей, что это относительно новые знания, которые нам доступны на нашем языке. То есть они при нашей жизни появились. И сейчас у вас есть возможность самим ознакомиться, почитать или послушать. Ну, найти на Ютубе, либо сайт спокой.eu, можно тоже на Ютубе найти. Это все доступно, и сам человек может с этим познакомиться, а пересказывать. По моему личному глубокому убеждению, это, как всегда в отношениях межлюдских, это двусторонняя медаль. То есть, да, если ты хорошо подходишь к человеку, относишься, то и к тебе будет относиться хорошо. Наверное, воспитание у меня было не самое плохое полученное в детстве. Поэтому я всегда относился хорошо к людям, и поляки были очень добры, очень отзывчивы ко мне. Но, с другой стороны, если мы возьмем, например, тех ребят, которых я видел из Беларуси, которые приезжали, например, и на улицах, или в университете громко ругались матом, то почему к ним, например, местные должны относиться хорошо? То есть, по моему мнению, это обоюдно всегда. Если вы хорошо относитесь к людям, доброжелательны, то и к вам будут относиться хорошо. Законом кармы это можно назвать, я не знаю. Добро возвращается. Если не очень хорошо себя вести, то и к тебе могут тоже не очень хорошо относиться. Нужно работать над собой. Вот что я могу сказать. Вот единственный такой совет. Спасибо, Костя, за вопрос по поводу целей в жизни. Я должен признаться, что я достаточно нетипичный человек, и я уже в жизни сделал все, что хотел. То есть, мной было познано то, что должно быть познано. Самое ценное, что я узнал, это учение Будды. Я интересовался разными вещами, но я нашел себя в этом. Поэтому я узнал, я нашел способ окончания самсары. Меня это интересует больше всего. Поэтому я доволен, я счастлив, мне больше ничего от жизни не нужно. Я жду пенсии. Почему бы не вернуться в Беларусь? Потому что там уровень жизни был бы ниже и менее комфортный, просто-напросто. То есть, здесь я могу спокойно жить, мне никто не мешает, я никому не мешаю. Скажем так, я соблюдаю законы, законы соблюдают меня. Вот, и поэтому я переехал к более спокойной жизни. То есть, спокойствие это мой приоритет сейчас в жизни, чтобы просто спокойно дожить. Если кому-то будет интересно то, что я узнал, или то, чем я могу поделиться, я рад с каждым человеком пообщаться. Но, в принципе, я человек самодостаточный и редко куда-то выхожу и с кем-то общаюсь вне работы. Какой бы совет я дал ребятам, которые хотят переехать в Польшу? Ну, наверное, вам было бы комфортнее, если бы вы начали немножко заранее учить польский язык прежде всего. То есть, это можно делать у себя в стране, это можно делать бесплатно, на ютубе, смотря фильмы обучающие русскоязычных, очень много блогеров. Поэтому есть возможности, сейчас мы живем в век интернета, можно просто чуть заранее подойти к этому вопросу, и вам просто будет самим комфортнее. Ну, остальное это вопрос личной культуры, то есть, что себе каждый человек позволяет. Поэтому я еще раз могу повториться, если вы будете хорошо доброжадательно вести себя к людям, то, возможно, Вселенная отзовется и будет к вам тоже хорошо поступать по отношению к вам. Киану Рис. Когда нам не по себе, когда что-то неприятное случается в нашей жизни, мы начинаем искать прибежище. Обычно им становится еда, алкоголь, секс, наркотики, деньги, власть, отношения с людьми. Но ни одна из этих вещей не дает нам нерушимой защиты или удовлетворения, которых мы ищем. Когда мы понимаем, что не сможем найти нерушимого счастья в самсаре, в нас посыпается сильное желание обрести истинное прибежище. В буддизме мы обращаемся за прибежищем к трем драгоценностям – Будде, Дхарме и Санхе. Будда подобен лекарю, который выявляет нашу болезнь и знает, как ее излечить. Дхарма – это его учение, то лекарство, которое он прописывает. А Санхе – духовная община, которая помогает вам принимать это лекарство. Обращаться за прибежищем – значит искать защиту от страданий, эффективной помощи. Когда мы начинаем размышлять о подлинной природе реальности и причинах страданий, нам открывается истинный смысл прибежища. Добрый день! В этом кратком видео я покажу вам, как правильно писать на белорусском языке. Продолжение следует... 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 Сань Ютаникая. 15.3. Слёзы. Савадхи. За время перерождения и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырёх великих океанах. Великолепно, монахи! Великолепно, монахи. 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 Великолепно. Великолепно, монахи. Великолепно, монахи. Великолепно, монахи. Великолепно, монахи. смерти. Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своей жене и детях, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своей жене и детях. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своей жене и детях, то его следует спросить, волнуешься ли ты о пяти нитях человеческих чувственных удовольствий. Если он ответит да, ему следует сказать, небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасны и возвышены, нежели человеческие чувственные удовольствия. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на дэвов мира четырех великих царей. Если он скажет мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствий и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимса куда более прекрасные и возвышенные, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимсы. Если он скажет мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов Таватимсы, то ему следует сказать, куда более прекрасный и возвышенный, нежели дэвы Таватимса, дэвы Ямы, дэвы Туситы, дэвы Немонарати, дэвы Паранимитавасавати. Мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели дэвы Паранимитавасавати. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов Паранимитавасавати и настройся на мир Брахмы. И если он скажет «Мой ум отведен от Дева в Параниме Тавасавате и настроен на мир Брахмы», то ему следует сказать, даже мир Брахмы, друг, непостоянен, неустойчив, входит в самоопределение. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение личности. И если он скажет «Мой ум отведен от мира Брахмы», я направил его на прекращение самоопределения, то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет, то есть нет разницы между одним освобождением и другим. Накхасикхасута, Нанокте. СН 13.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда Благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, великая земля больше. Горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с Великой землей та горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг Суддхамы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях. Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества. За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождениям. Пакхарани Судда, Прут. СН 13.2. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в пятьдесят йоджин, один, длиной, пятьдесят йоджин шириной и пятьдесят йоджин глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг тхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение тхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение тхаммы. Один, яджана составляет примерно 10 километров. Под хаммасом Пхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 1. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Ачаравати, Сарабху, Махи, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды вместе слияния этих великих рек? Учитель, воды вместе слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью воды вместе слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Сампхед Джасута, вода вместе слияния рек 2. СН 13.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравти, Сарабху, Махе, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? Учитель, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, больше. Две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхама Махападха Весутта «Великая Земля 1» СН 13.5 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерной юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерной юбы или великой земли? Учитель, великой земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерной юбы – практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером зерно и юрбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутио Махападха Весутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерной июбы. Как вы думаете, монахи, чего больше Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерной июбы, что остались? Учитель, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, больше семь небольших кусочков глины размером зерной июбы, что остались, практически ничто. В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерно и юбы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видимие Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий Океан 1. СН 13.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого Океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом Океане? Учитель, воды в Великом Океане больше. Извлеченные две или три капли воды – практически ничто. В сравнении с водой в Великом Океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом Океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиомы Хасамудда Сутта, Великий Океан 2. СН 13.8. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом Океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды в Великом Океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом Океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Подхаматаббатупама сутта, гора 1. СН 13.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Пагбатупа Масута, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималайев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Гималайев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Падбатупима Сутта, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность синеру, царя всех гор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положены туда, или синеру, царь всех гор? Учитель, синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников, приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. Вот какое великое благо, монахи, постижений Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы.